Музыка Этим летом технологи компании 3M, давнего партнера Алроса в производстве средств индивидуальной защиты, реализовали совместный проект по повышению культуры использования средств защиты среди работников компании. Музыка Мы затеяли эту программу для того, чтобы, скажем так, привить культуру применения средств индивидуальной защиты, органов слуха, дыхания, глаз нашим работникам, для того, чтобы они имели больше информации о том, как применять средства индивидуальной защиты, в каких случаях, как правильно подобрать ее по своим антропометрическим данным, а также услышать от наших работников о тех проблемах, которые существуют на их предприятиях, так называемую обратную связь наладить, для того, чтобы в дальнейшем делать какие-то исправления, делать какие-то выводы, контрольные какие-то мероприятия провести. Все знают, очки, наушники и респираторы защищают. Работать в них на производстве привыкли. Но, оказывается, и здесь важны нюансы. Каждый, кто принял участие в тестировании средств индивидуальной защиты, получил от технологов 3М практический совет. Одевал беруши неправильно. Кажется, нужно было их имять, а я так оставлял. Даже самый лучший СИЗ, любая защита может быть сведена на нет неправильным использованием. Неправильное расположение резинок на голове, неправильное позиционирование маски. Обязательно нужно в идеале прочитать инструкцию, посмотреть на упаковку респиратора, где всегда как бы пиктограммами указано, как нужно надеть СИЗ правильно. Потому что очень важно от правильного использования зависит ваша защита и ваше здоровье. Пока рабочий вникает в инструкции по правильному применению средств защиты, в цехах идет сбор данных. Специалисты 3М проводят замеры вредных и опасных факторов. Эта информация поможет меринским обогатителям в оценке потенциальных рисков на промплощадке. Я специалист по развитию бизнеса в СИЗ от падения с высоты. Основная цель моего визита это дать рекомендацию по правильному применению средств защиты от падения с высоты, привести оценку рисков и предложить оптимальные решения в случае выполнения работ на высоте. С коллегами компании «Алроса» мы осматриваем производственные площадки, рассчитываем, какие решения будут максимально подходить для данных производственных площадок, и после этого уже поставляем взвешенные решения. Производственные риски обсуждали и на обучающихся. В следующем семинаре по культуре применения средств защиты. Его провели для работников Мирненского и Нюрбинского ГОКов. Работники общественного полномочия, инженера по охране труда будут иметь возможность услышать те новинки, которые сейчас вышли на рынках, а также узнать о тех средствах мобильной защиты, как правильно применять, как правильно использовать, как правильно ухаживать за ними, как правильно подбирать именно то, что мы покупаем сейчас. Чем вредны аэрозоли? Можно ли компенсировать недостаток кислорода на рабочем месте и как правильно подобрать респиратор для оптимальной защиты от газа и пара? Выступления спикеров семинара носили практический характер. Новая информация помогла участникам семинара по-другому взглянуть на применение СИС. Семинар нужны такие познавательные, элементарные, как беруши вставляются, что нужно там через голову, руку поднимать, ухо. Это новое, я такое не знал, думал, вставил и пошел. Такая вроде бы элементарная вещь, а оказывается неправильно. Нужно проводить и собрания такие, рассказывать людям, чтобы эти люди рассказывали дальше, по цепочке. И со временем мы все будем правильно пользоваться берушами. То есть, как слышит ухо здорового человека? А теперь через год неприменение СИС на данном рабочем месте. Что заметили? По данным статистики, снижение слуха – самое распространенное профзаболевание в России. Эксперты уверены, правильные средства защиты существенно снижают риски развития, тугоухости и других профпатологий. Осознанному выбору СИС необходимо учить и рабочих, и руководителей. Оснащенность наокалросов, наверное, СИЗами, она одна из лучших. Да, по территории Дальнего Востока. И в действительности компания вкладывает очень много денег в обеспечение сотрудников самыми лучшими СИЗами. Мы запланировали совместно с отделом маркетинговой компании «Алроса» как раз и создание видеообучающих. Для персонала, который будет проходить в обучающих классах, как раз это обучение, будут дополнительные листовки, то есть брошюры, в которых люди смогут при входе в подразделения, в уголках охраны труда, посмотреть, как правильно напомнить себе и так далее. То есть все это как раз и приводит. То есть это такой комплексный подход для повышения культуры на предприятиях. С целью закрепить полученные знания среди работников «Алроса» провели конкурс «Дыши легко» на знание основ охраны труда и промышленной безопасности в виде анкетирования. Всего поступило более 750 заявок со всех подразделений компании, включая и дочерние предприятия. Участники конкурса отвечали не только на тестовые вопросы, а также делились своим мнением, почему важны средства индивидуальной защиты и их правильное использование. Это не только выявление каких-то лучших или победителей, а охват большего числа участников, получение обратной связи от работников по этим вопросам. Соответственно, мы все полученные тесты будем использовать в своей работе. Мы по этим тестам можем анализировать, какой уровень и в каком направлении нам нужно развивать обучение. По итогам конкурса определены 10 лучших работ. Третье место досталось представителю Удачинского ГОКа Александру Ашихмину. Второе место заняла гидрогеолог Вилюйской экспедиции Елена Празничных. Ну а победителем назван Вадим Красюк, представитель «Алмаз-дуртранса». Помимо призеров, 7 человек получили поощрительные награды. Тестирование для меня было несложным, потому что с этим я сталкиваюсь и на работе, а также регулярно проходим инструктажи по технике безопасности. Помимо того, что можно потянуть какую-то информацию, для себя что-то полезное узнать, это также надо, чтобы люди не забывали, потому что себя надо любить в первую очередь и думать о своем здоровье. Вадим Красюк – инженер-энергетик «Алмаз-дуртранса». На награждение приехать не смог. Все свое рабочее время проводит в режиме оперативного контроля. В зоне его внимания – состояние теплосетей, объектов энергетики и соблюдение работниками норм техники безопасности. На первый взгляд это может показаться скучным, но только не для Вадима Красюка. Постоянные задачи, квесты, которые мы решаем, очень разнообразная работа на самом деле. То есть как бы что в летний период, что в зимний период, работа отличается сама по себе. И поэтому, ну, не поскучаешь как бы. То есть я бы не сказал, что это монотонная работа, это всегда нужно думать головой, придумывать, как сделать лучше, как сэкономить материал, время, человека, часы. Как бы вот. Поэтому, ну, не назову скучной. Работу очень люблю на самом деле. О технике безопасности Вадим Красюк знает все. Об этом говорит его победа в конкурсе «Реши легко». Свою анкету с вопросами о средствах индивидуальной защиты молодой инженер по условиям конкурса направил заочно и стал первым. «Реши поздравить и привнести подарок». Очень приятно, что не только отделы охраны труда и службы промышленной безопасности нашего управления «Алмазбертранс» могут участвовать в таких конкурсах. Мы были очень приятно удивлены и действительно рады, что наш сотрудник, который относится к службе энергетиков, занял первое место, победил в конкурсе по всей компании. То есть это указывает на то, что у нас люди достаточно квалифицированы и образованы в вопросах охраны труда, промышленной безопасности. И особенно в вопросах обеспечения, ну, то есть не обеспечения, а использования средств индивидуальной защиты. К своей победе в конкурсе Вадим относится спокойно. Это очередная награда в его коллекции. Планирует и дальше принимать активное участие в жизни компании «Алроса», своего предприятия и Ленского района. Подчеркивает, что один из его мотиваторов и вдохновителей – жена Наталья, председатель Совета молодых специалистов «Алмаз-Дуртранса». Также одним из победителей конкурса стал Евгений Ананьев, энергетик фабрики номер 14 Айхальского комбината. Навыки, полученные в работе, помогли Евгению ответить на непростые вопросы конкурса «Дыши легко». Было предложено ответить на вопросы, связанные со средствами защиты. Что я и сделал. И в конце было предложено описать какую-то реальную ситуацию. Что я тоже сделал. Там, в общем, описал реальную ситуацию, в которой был использован респиратор, с моим коллегой, и, в общем, что это достаточно необходимая вещь в работе. Трудится Евгений Валроса уже 23 года. Вместе с коллегами обеспечивают бесперебойную работу, электрооборудование и стабильное снабжение электроэнергии всего цеха. Самое главное – соблюдать технику безопасности и применять средства индивидуальной защиты в работе, говорит Евгений. В подчинении у опытного энергетика – 4 работника. Высоко квалифицированно. Можно подойти всегда в любой момент, спросить какие-то трудные вопросы, которые по ходу работы возникают. Всегда подскажет, если что-то не знает. Будет вместе с тобой стоять, разбираться. Никогда не бросит. Требовательный. И от подчиненного персонала требует. Соблюдение правил безопасности, правил охраны труда, также по профессии какие-то наши требования, правила. Так и сам всегда подсказывает, сам их всегда соблюдает. Поздравляю. Спасибо. За участие в конкурсе «Дыши легко» Евгений Ананев получил поощрение. Грамоту и ценный приз за знание и соблюдение правил охраны труда вручили в управление Айхальского комбината. Администрация Айхальского горно-покатительного комбината совместно с профсоюзом безусловно горды тем, что один из положительных призов получил работник имена Айхальского горно-покатительного комбината, который, безусловно, ответил на большинство правильными ответами о знаниях, о применениях средств индивидуальной защиты. Приз за интересный ответ в творческой части конкурса «Дыши легко» получил еще один работник Айхальского ГОКа. Инженер энергетик обогатительной фабрики номер 8 Ксения Соловьева. И как отметили все участники конкурса, подобные мероприятия надо проводить как можно чаще.